В московском зоопарке отмечают радостное и значимое событие. Здесь впервые родился детёныш большой панды. Это первый случай и для всей России. Маму малыша зовут Дин-Дин, папу Жуи. Зоопарк опубликовал видео Дин-Дин и детёныша. Малыш весом 150 грамм родился у молодой пары больших панд Жуи Дин-Дин. Пол пока неизвестен. Наша Дин-Дин сразу проявила заботу и приняла малыша. За мамой и детёнышем ведут пристальное наблюдение круглосуточно и делают все необходимые анализы. Это событие значимо ещё и тем, что родители довольно молодые. Дин-Дин 6 лет, а Жуи 7. Обычно детёныши у больших панд появляются в 8-10 лет. Такой успех сотрудники зоопарка объясняют тем, что создали для питомцев наилучшие условия. Новорождённые панды, в отличие от других детёнышей медведей, покрыты тонким слоем меха. Весят примерно в 800 раз меньше мамы. Вырастить такого малыша непросто. Поэтому в зоопарках имена пандам дают только на сотый день после рождения. Жуи и Дин-Дин приехали в Москву в 2019 году. Китай сдал их в аренду России на 15 лет. Все детёныши, которые родятся за это время, будут принадлежать Китаю. Обычно их передают тогда, когда они уже могут обходиться без мамы. В дикой природе большие панды обитают в горных регионах центрального Китая. Бамбуковые медведи считаются одним из национальных символов страны. До 2017 года больших панд относили к исчезающим видам. Хотя их численность немного увеличилась, но они по-прежнему редкие. В китайской провинции Сычуань находится семь заповедников и девять парков, где обитают большие панды. Панды обитают старые панды. Кита armается. Кита armается. Кита armается. Продолжение следует...